Я начну с определения Главного центра физической микрообразия Давайте я запомню какую-то три поверхность Самая простая Главного центра физическая микрообразия Поверхность Это Компактная ортеллеровая поверхность Компактная ортеллеровая поверхность Экономическое расслоение Добавляем слоение Сейчас скажу Линейное слоение И мы хотим, чтобы оно было привярено Оно также обозначает, знаете, домикровец И значит, чтобы домикровец был привяренный Часто предварение оказывается Что такое кейлеровая? Кейлеровая дружка Если у вас есть термитова многообразие Соответственно, есть термитова нервника Ее мнимая часть является 1-1 форма Это 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 1-1 форма Помню, какая? Ведь у этой формы есть класс Катомология естественная Он не обязательно целочисленный Вот когда он целочисленный Тогда вообще это проективное многообразие Это 1-1 форма Это 1-1 форма Это 1-1 форма 1-1 форма 1-1 форма 1-1 форма 1-1 форма 1-1 форма Что здесь написано Здесь написано Что на S Есть 2-1 форма 1-1 форма 1-1 форма 1-1 формы 1-1 форма 1-1 форма 1-1 форма 2-1 genetics 2-2 SF Клево 1-2 слов 1 2 2 3 Это ещё называется симплептическая. Пусть симплептическая ещё замкнута, но на феллеровое многообразие обломатная форма автоматически замкнуты. И это у нас точно так. Ну, такие бывают на три поверхности. В геометрии есть много примеров. Например, если S в артиках, то поверхность. Гладкая поверхность, естественно, на три степени. По формуле присоединения Присоединение говорит, что Каноническое расслоение на S это каноническое расслоение на P3 У от S ограниченный на S У от S это у от 4 Канклаз от P3 это у от минус 4 То есть получается трениальное расслоение Ну, какие бывают ещё катри поверхности. Также, ну, например, Присечение квадрики и кубрики в P5 Двое накрытие P2 Разбукновенное в сирокстике Что? Ой, есть P4 Спасибо Три Три Четыре Пойдем на третья Два У всех сирки Еще такой известный пример Это кондоровая поверхность Что такое? Гомеровая поверхность Берем Абелевую поверхность Просто комплексный игрок И софтируем У Эту группу по преобразованию Которую X переводит в минус Сирки Кода Три 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 Кода Действительно, вы получаете что-то с осужденностями И, естественно, там, где у него включение Отключается осужденностей И один разочностью Если дадите осужденностей Получиться загребать Креллеровы, которые в поверхности образуют одно семейство, то есть все получаются одными и другими деформациями, и там, вот в этом семействе, есть некоторое количество гиперповерхностей, которые параметрируют алгебраические камеры. Это нам не понадобится, в основном это гиперповерхностей, я написала замечания, про данного параметра это гиперповерхностей неприводимы, это гиперповерхностей, а это гиперповерхностей. Это гиперповерхностей. Я, собственно, говорю про гиперповерхностей, просто чтобы, ну, это такой вот хорошо изученный объект, и вот это основной объект, который будет в этом объекте. А вот это так называемое неприводимое гламурфно-сифертическое надобразие, это, наверное, аналог этих катрибуерностей. А, извините, откуда виделось название? Название Кадайра Кунаритопы. Яга такая, что там только что оттенок был К2. Что? В аргументе только что оттенок был К2. Смотрите, что я повешусь, как я сейчас нашла. Ну, наверное, да. Я слышала про это, потому что довольно точно видно. Ну, в общем, это такой достаточно любимый комплексный геометральный объект, значит, многомерный аналог. Это неприводимое гламурфно-сифертическое надобразие. И у меня гламурфно-сифертическое надобразие. Вот. И что это такое? Это, опять, односвязная компактная геометральная геометрозия, где есть единственная точность труда константора, не выраженная на кладбище, не выраженная гламурфно-сифертическая, компактная геометральная, односвязная, и такое, что пространство гламурфно-сифертическое, и такое, что пространство гламурфно-сифертическое. Я. Сифертическое. Я. отлично. Тоже привярен. А, ну, во-первых, они чётные, развертодасты. Чётная, раз там такая форма есть. Вот. И канвас у них выборождается, соответственно, на некоторой степени realisiq и, конечно, приверх. Вот. И, например, между стенами. Так. А за ручку форма относится? Это для калера, да? Ну, это не очевидно. Ну, это не очевидно. Ну, да. Вот так. Хорошо. Ну, нет, какие бывают вообще неприводимые провокации? Я недовольна, мы знаем очень много. Да, вот. То есть, есть две предстоящие, в серии, что ли, семейства. Сейчас, по-видимому. В 1973, кажется, году. Ну, это... А? А? Если нет, то, в смысле, ты думал, что это не бывает, да? Я сказала, что они бывают. И бывают они, ну, кроме каких-то разностей. Естественно, это прежде всего схема Гильберта. Такая лучшая схема Гильберта. Агрессия. 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 Ну, да, наверное. Здесь не есть. Нет, нет. Да, естественно, это крутит, но, поздевается. Она... Ну давайте я буду все-таки употреблять слово аналитическое подпространство, ну верно, длины n, значит, форматризует. Ну давайте я объективно скажу слово под схемы. Длины n. То есть, ну как, вообще такая типичная такая под схема, это просто n-точек, но по-анаконте n-точек могут как-то склеиваться. И склеиваются они немножечко хитро, то есть это не то же самое, что симметрическая степень, это некоторое разрешение особенностей симметрической степени. Вот сейчас напишу. То есть, если n равно 2, то все очень просто, это просто раздутие симметрического квадрата по диагонали. То есть, что происходит, если n равно 2, как такую под схему n-2 задать. Ну это либо две точки разных, либо как-то они совпадают, там еще важно как они совпадают, то есть направление, в котором одна точка приближается к другому. То есть, по факту, это точка плюс касательный вектор, который из нее торчит. То есть, что у нас получается? У нас получается раздутие симметрического квадрата по диаграмму. То есть, например, у нас есть такая под схема. Это либо пара точек. Давайте 1 плюс 2 скажем. па, па, ша, па ва, па, па. И разные точки, либо если они совпали, па с таким же касательным вектором, который из него торчит это как-то. Вот как па приближался па. То есть, что такое химпл? 2 н-с, это раздутие. то есть каждую точку заменили на проективизацию касаемого пространства вот, хорошо, если N больше 2, то там, конечно, сложнее там диагональ как-то хитро устроенная и вместо точки клеится не P1, а немного сложнее то есть, например, если N равно 3, то вдоль малой диагонали, когда все три точки совпали там, по-моему, клеится конус на национальной и нормальной кривой то есть все это выглядит сложнее но, тем не менее, когда мы смотрим наша филоморфная синтриптическая форма, вырождена где-нибудь или нет нас, собственно, интересует дополнение к подножке к равленности 2 если она там нигде не вырождена, значит, она вообще нигде не вырождена там, что где она вырождена, я беру еще блок и, аль? блок ну, для ребенка, конечно так слив N это разрешение особенностей некоторое разрешение особенностей особенностей вселен вселен ну и то, что вы можете себе представить то есть берем естественным образом получающуюся два форму на дектакт в данной степени она из варианта наносительная перестанова значит, опускается на симметрическую мы их потом подраздули в общем, можно убедиться, что получилось ли в день отрождена вот какие еще бывают какие еще бывают глава косметические альбома многообразия тоже тоже в авиарии в 83 году еще наметил, что из альберовых многообразий вот как фоноровая поверхность получается история точно так же можно и многомерную многомерную главу косметическую многообразию включить значит, это называется обобщенное кумерово многообразие обобщенное кумерово это что такое это мы берем схему Гильберта уже альбелевая многообразия ну и что тоже подойдет ну, там, конечно же, будет много главах косметических гло- т.е. для того, чтобы получить предводимое главах косметическую альбелевая то есть возьмем первую а потом вот ее и мы подождем в кузунай, складывая все наши точки что это супа ну и если обратно образ от нуля взять вот так называется обобщенное кузнраво многообразие кузнраво знает и это неприводимая клама а его уже разрешать не надо она уже будет в кладке схема Гильберт-окладка схема Гильберта-окладка это разрешение особенностей симметрической встречи так хорошо в чем состоит это кроме примеров вавильной еще есть два примера ну не примера, а семейства конечно это все ну понятно С меняется соответственно Гильберт-НС тоже меняется еще есть два семейства которые открыл Огрейди уже так заметно позже чем во вверх а с тех пор так ничего и не открыли ну вот к примеру Огрейди я написывать не буду они связаны тоже с многообразием модерей кучков на этой поверхности есть еще два семейства примера одно шестимерное и другое десятимерное они тоже не алфемерические они тоже не алфемерические Бывают они мелкопранческими? Да, да, да. А, ну, собственно, я забыла вам сказать, это хороший вопрос, потому что я забыла вам сказать, что, конечно же, у этих схем Гильверта, например, или обобщенных холеровых многообразий бывают деформации, которые не являются схемами Гильверта или обобщенными холеровыми многообразиями. Но, тем не менее, играются вот неприводимыми головоноскосимпилитическими. Вот эти семейства Угренди, а вообще говорят про многообразие типа типа К3, это деформации. Эта деформация вот этого самого холера. То есть они бывают и проективные, и нет, конечно. Картинка такая же, как с К3, что есть какое-то пространство параметров, и в этом пространстве параметров какие-то гипроповерхности параметрируют проективы. Вот. Ну, нам это вообще не понадобится просто, чтобы представлять себе картинку. Вот. В чем состоит гипотеза натушителей, которая название лекции выливает? Давайте мы посмотрим, на что такие многообразия умеют расслабиться. Вот. Значит, я с К3 поверха сначала. Вот. И предположим, что она у нас расслабилась на какие-то кривые. С. 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 Ну, над какой-то кривой-то. Она же своя. Ну, во-первых, открывая и пройти напрямая, конечно же. Потому что на ней нет никаких одинформ. Ну, на С же нет одинформ, она вообще односвязанная. Значит, на С тоже нет. С. То есть это С, конечно. С. А слой находится по формуле присоединения. Что такое? Значит, слой. Ф. Это лектическая кривая. Ну, кривая, вот, давайте. Лектическая кривая. У меня больше не нужно называть лектическими криваями, но у них прилагаются, что это лектическая кривая. И, конечно, это лектическая кривая, но у них прилагаются. Ну, вот. Так, вот. Почему? Ну, по формуле присоединения. Потому что, опять же, у нас так флаз F, это что такое? Это как флаз F, плюс F, ограниченная на F, но, опять же, поскольку это, поскольку S расслоилась, знаете, и F дон, ОФ, ограниченная на F, тривиальная, ОМДС тривиальная, соответственно, ОМДС тоже будет. Ну, а кривая с тривиальным конклассом, это и есть лектическая кривая. Вот. Ну, и бывает, что она расслаивается на одинаковые лектические кривые, бывает, что она разная, да? То есть, если взять, допустим, кортику, она в ней есть прямая, начать через эту прямую, проводить эти плоские сечения, ну, понятно, будут оставаться кубики от этой прямой. и можно показать, что они будут в празднике. То есть, это расслоение, то есть, не в том числе, F1 может быть изотривиальным или нет. Изотривиальным просто значит, что все слои пеноморфные, но они не выражены. Что? Они не выражены. Они не выражены. Ну, да. Конечно, тут надо уточнить, что это общий слои, да? Конечно, тут могут быть какие-то выражения с особенностями слоя, но мы про них не хотим думать. Может быть, изотривиально или нет? Изотривиально это... Ну, тут есть два возможных определения, которые в проективном случае одно и то же, а мы проективного сам подумать, честно говоря. Наверное, тоже одно и то же. Но это более-менее то же самое, что приоритуются. Вообще, это значит, что приоритуются, приоритуются... А вот, давайте скажем, все слои пеноморфные. Все слои пеноморфные 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 пеноморфные. Вот, например, вот на проективном талоне. Он тоже вверх, но надо будет проводиться. Вот. Или нет. Ну, соответственно, нет. Тогда что происходит? Тогда происходит, что у нас есть такое ню, модулярное отображение, что называется, из P1 в пространство модулей эллиптических кривых. Ну, допустим, да? Ну, конечно, не из P1, а из P1 минус. Минус какие-то особые точки, да? Вот. То есть это называется J-мар-иан, да? Вот. И если наслоение аналитической кривой эллиптической кривой эллиптики, Ну, понятно, это же вариант доминанта То есть размерность g равна единице Ну, может быть, какое-то открытое подножство в этом марте А иначе это точка И, конечно, обе ситуации на практике реализуются То есть это тривиальное Мы можем получить так Взять хуммера от квадрата эллиптической кривой То есть s это хуммер от s Вот е на е квадратной эллиптической кривой Ну, понятно, если мы возьмем этот е на е И профакторизуем по плюс-минус тождественному Он расслоится над е, профакторизованный по плюс-минус тождественному То есть надо пать Ну и все слои будут одинаковые Они просто будут, опять же, изоморфны Ну, не вырастены Слои будут одинаково, хоть изоморфны Ну, это вот Ее действует 2, 1, 1, 2, 1 Он же там выбрасывается Ну, как там Если же в бесконечность, то это будет разрушка Ну, там 2, 1, 1, 1, там чего Да, 1778 Я, я че ж забыла А? Совсем по-честному изучили еще А? Совсем по-честному Ну, нужно изучение несколько, как я Ну, на самом деле Ну, да Нет, ну, можно как-то там С названниками абсолютно одно Что-то Что-нибудь Нет, ну, мораль в том, что, как бы Такая, как бы Вариация Вот 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 Это изотривиальный, получается Не изотривиальной Не изотривиальной Ну, то есть это не вполне очевидно Почему это не изотривиальный Но это можно рассказать Это очень трудно Пусть ЭС в В3-2 Как Содержащая прямая Да? Тогда мы будем проводить через эту прямую плоскость Тогда плоскости Через ЭС Определяют Вот Такое расслоение ЭС на кубики Да? Расслоем ЭТО кубики ЭС ЭС А ЭС Вот Вы знаете, как это, например, в 있는데, на обмене, а в основном, как это обмене, в принципе, в этом времени. Так, правильно? Что, там у меня совсем безработный вопрос? А? Совсем безработный вопрос. На любой к-три поверхности есть вот этот электрический слей? Нет, нет, нет. Абсолютно нет. То есть... В зависимости от того, как когда его размером, когда вы размером... Да, наверное, размером. то есть тут абсолютно нет причём, она всегда равна 0, но понятно, это зависит от того, есть ли на ней линейное расслоение с нулевым квадратом. Это как бы тоже условие размерности 1 в квадратном параде. Хочу сказать, что это неизотривиальный случай. Я просто хочу сказать, что эти расслоения бывают как изотривиальные, так и неизотривиальные. Неизотривиальные это, ну вот, например, берёте квадрику в П3, квартику в П3, извините, содержащую прямую, начинайте через эту прямую проводить гиперплоскости. Эти гиперплоскости, кроме прямой, высекают тубики на вашей квартике, правда же? И вот она так расслаивается, знаете? Вот, это всё для того, чтобы сказать, следующее, что многомерный аналог. Многомерный аналог этого всего такой, что если мы хотим неприводимое гламурно-симпретическое многообразие, чем-то расслоить. Немомерный аналог. Отпустим, ФИ из Х, В. Расслоение. То, что такое расслоение, это просто морфизм со связными слоями... А, со связными слоями? Вот. Если вот их над чем-то расслоилось, над какой-то базой, то, оказывается, оно расслоилось на порой, причём лагранжевом. Теорема. Вот, сушитым. Вот, как здесь она расслоилась на лагранжевые кривые, это три поверхности, так здесь она расслоилась на лагранжевый кор. Значит, гладкие слои. ФИ это лагранжевые коры. Ну, на самом деле, это огромное кообразие. Они проективные. Это база какая-то. Это база какая-то. А, вот. Ну, и к тому же теорема сушита утверждает, что В так очень похожа на проективное пространство. По узлу нам это так не понадобится особенно. К тому же В почти что проективное пространство. Почти проективное пространство. Ну, очень похоже. С точностью некоторых особенностей. То есть, это многообразие фана. С циклической мелкой пикара. Если оно гладкое, то прям вот можно доказать на проективное пространство. Но у него могут быть немножечко особенностей. У него такие не сильно плохие особенности. Ну, какие-то могут быть. Ожидается, да. И вот это даже, вот, как доказано в размерности 4. Вот мы теперь в размерности 4, когда размерность 4, а мы размерность 4. Вот. Но это нам так касается, они понадобятся. Вот. Лагранжевые что значит? Лагранжевые что значит? Лагранжевые значит, что коломорсность фитического формы наша дорогая. Когда на них обращается... Лагранжевые. Лагранжевые. Максимальные. Максимальные. Изотропные. Лагранжевые значит максимальные. Лагранжевые. Лагранжевые. Фасшелно интересно. Из чего отправиться? Какая же припосылка теорема? Аликсат и гиперкальрова? Посылка теорема? При каких условиях? Ну, ломооборта в 34 многобрали. Вот. Лагранжевые, неразделиства. Лагранжевые. Лагранжевые расслаблятся и у любого? Если оно на что-то расслаблятся. То есть, это что? Это морфизм со связными слоями и из морфизм. То есть, оно не может на кривые просто расслабиться? Не может на кривые расслабиться. Вот в том-то и дело, что если это или по кривой поверхности, то может. а если больше размера, то они всегда разлаиваются только на что-то размером с половиной, причем это что-то в ограждении ну, в общем понимание дотропное, оно понятно, размерное R 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 то есть слой F точностью до константы в кодомологиях это n-тая степень вот этого вот и это все что у меня нужно ну или там или фейлеровая класса не принципиально но на самом деле веб-проэнтип это не нужно доказать даже если это не проэнтип а с чем было? а сушито было ну а сушито было, понимаешь, если вы гладкая, то это совсем очевидно ну давайте, может быть, поясню действительное это B оно проективное почему оно проективное, как это увидеть? это особенно просто сделать, если B гладкая потому что, смотрите, тут есть единственная гламорфная симпатическая форма там единственная гламорфная 2 форма нигде не вырастет единственная гламорфная 2 форма точностью до константы и она нигде не вырастет то есть на B этих гламорфных 2 форм нет потому что если бы они были мы бы подняли ее сюда ну такая не может быть нигде не вырастет она на слоях в этих слоях значит на B нет гламорфных 2 форм вот ну зато есть теория Хольджи зато есть теория Хольджи что говорит что H2 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 H1 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 H2 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 В особом случае нужно кое-что еще сказать, но, не знаю, может не буду этим заниматься, это там внизу. Вот, хорошо. Собственно, все, что мне, опять, нужно, почему я хочу взять именно обратный образ, там какой-то, например, за звездочкой отдашь, мне нужно, чтобы слой в когмологиях был n-той степенью этого самого класса. Теперь это класс F, когмология, класс когмология. Вот, и что я утверждаю? Я утверждаю, что если... О, я вам забыла сказать самое главное. Да, извините, об этом нужно будет сказать с самого начала. Значит, на вторых когмологиях Чем так замечательны эти приводимые гламотко-синкриптические многообразия? Они замечательны тем, что там во вторых когмологиях есть очень такая выделенная, что ли, и каноническая форма пересечения. Есть квадратичная форма. Значит, это свойства неприводимых филоморфно-синкриптических В каком-то смысле основная, Которая я вам забыла рассказать в самом начале. На вторых когмологиях тут есть квадратичная форма. Целочисленная. Вот. Форма бобиля-богамоглова. Которая, во-первых, очень похожа на форму пересечения на поверхности. Единственное, чем она от нее отличается, это что она, вообще говоря, не унимагулят. То есть она сигнатурой 3 В2-3 Вот. Ну, почему 3? Потому что тут же еще есть вот Наш квадратичный H02, да? А на H11 А на H11 вещественном, да? Она сигнатурой 1, буквально не стоит как положено. 1, плюс и много минусов. Как форма пересечения на поверхности? Вот. Единственное, что форма пересечения на поверхности унимагулярна, а это, вообще говоря, нет. Вот. И какое у нее еще есть прекрасное свойство? То есть, в принципе, мы можем, конечно, наделать много квадратичных форм. Вторая когмология. Сейчас будет видно, как. Но она является формем n-той степени из старшего самопересечения. Формула Фуджики. Формула Фуджики. Формула Фуджики говорит, что существует такая константа, зависящая только от класса деформации многообразия. Зависящая только от, ну, давайте скажем, от x, ну, на самом деле даже от класса деформации. Ну, от прополуидной, так сказать. x-а логического штука. Даже от комплексной структуры на x она не зависит. от альфа в степени н равен альфа в степени 2r. Многообразие x у нас двоемерное, да? Оказывается, что из формы пересечения, такого старшего самопересечения, можно взять и извлечь корень n-той степени. Это будет вот эта форма бодильного богомола. Ну, это то, что называется старшим пересечением. Так, вот. А где? А где? Давайте теперь, что мы будем доказывать, я забыла вам про эту форму рассказать, мы будем доказывать, что если какой-то один-один влазь пересекся по нулю, то она на слой ограничится будет. Вот что мы будем доказывать. Ну, эти крючки обозначим. Звездочка, два и больше. Значит, пусть z в h1,1,1x в таком, что uazn равно 0. Пересекся с L в 0. Тогда z ограничивается на свой нулю. Откуда это получается? Это получается из рассмотрения примитивных когмологов. Давайте еще обозначим h, перерасплазной икс. Нет, ну, во-первых, надо сначала заметить, что этого хватает. Значит, этого хватает. Да. Ну и да. Так, так. Расслоение у нас лагранжевое. То есть два ноль и ноль два классы автоматически ограничиваются нулем. Так как два ноль и ноль два классы ограничиваются нулем на f всегда, ну просто потому что их лагранжевое. Собственно, это та же самая головная симпатическая форма. Ее стрижем по определению. Они на эту лагранжевое ограничиваются. Вот. Ну и, соответственно, вот такие z, которые на лагранжевое ограничиваются в h1,1, это гиперпост. Ну, понятно, что и не меньше, потому что гейлера ограничивается. Собственно. Хорошо. Значит, давайте это доказывать. Давайте как же это доказывать? Раз рассмотрев примитивное, как могу, не знаю. orj2. Зачем? Натальше. Натальше. Вприкле. Привитивное, это гидруоль. Натальше. Умножение на гидруоль. Такой маленький h в степени n-1 n это разъемность тем, то есть умножив h в степени n-1 мы получим число Так вот, я хочу, чтобы это число было нулю h я скажу, это ограничение колерового класса h это ограничение колерового класса это может быть лучше h назвать сам колеровый класс а здесь его ограничить надо ну, смотрите, взяли то, что на х у нас вместо плоского сечения вместо обильного класса обязательно прийти h ограничили его на f ну, получился какой-то 1-1 познания и примитивное это то, что с его подходящей степенью перескать по нему вот, это такое тоже одно из основных понятий его водно-травлической геометрии я, может, из плоток и завтра поясню подробнее обращайте примитивное альфа альфа это такое альфа альфа 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 Оказывается, шифартия Белинейное соотношение Кольжа-Римона, теорема Кольжа-Ав-Индексе Часто говорят в теоремах Кольжа-Ав-Индексе Строго говоря, мне больше нравится, когда говорят Белинейное соотношение Кольжа-Римона В теоремах Кольжа-Ав-Индексе все депорядности Или белинейные соотношения Кольжа-Римона Факт такой, что на примитивных Погомоловьях Кудраточная форма Давайте ее назовем Q-H Это не форма Бавира-Богомолова Форма Бавира-Богомолова совершенно каноническая Никакого H нет, не зависит ни от чего Кольжа-Римона Альфа Это что такое? Альфа в квадрате Теперь нужно умножить на H в степени n-2 Чтобы получить число Взяли одинаковый глаз Вызвели квадрат Получилось n-2 в квадрате В квадрате Чтобы получить число Умножить на гиперплоское сочинение В степени n-2 Это отличная форма Оказывается, она отрицательно определена То есть, что говорят глинейные соотношения Ходжа-Римона Они определяют некоторые куски группы HBQ Примитивная когомология И говорят, что вот такого сорта То есть, достаточно доказать Вот я что доказываю Достаточно доказать Что? H в степени n-1 H в степени n-2 На Z в квадрате На L в степени n-1 Равно н-1 И H в степени n-2 На Z в квадрате На L в степени n-1 Равно н-1 Вот Ну, почему? Что такое пересечение с L в степени r? Ограничиваю на слой Да? Значит, пересечение с L в степени n-1 Что такое? Это ограничение Ну, здесь надо, конечно, классической гомологии писать Давайте Давайте Как напишем? Боюсь, что переложено вот это значение С L в степени n-1 Да Пересечение с L в степени n-1 Это просто ограничение на слой Да? Да Если я знаю, что верно вот это Это значит, я знаю, что Z привитив Значит, ну не может такого быть, если Z не равен Да? Вот это говорит, что Z примитивный То есть, от Z на 3 можно больше н-1 Чтобы определенно было Да Значит, это Z на F примитивный А это Ну, раз уж такое дело и Z должно следовать, что Z-1 Ну, правда? Значит, формата определена такая Донижение на H Нет Я тут L в степени Он писает Истерилов-скорен Дет примитивный Дет примитивный Дет примитивный А чай будет Как? Об этом не нужно Это не нужно Нет Это примитивные Детмоглазные А шайки не нужно А, да, здесь не нужно Зачать на H Да Штам, да-да-да, потому что там всегда. Здесь не ошибка, да? Примитивно тут мало нет вот этих, по определению. А факт состоит в том, что на них отрицательно определена вот такая форма переченья, не путать с формой павильного дворца. И как же это доказать? Моя форма судьжительная. То заказательство, которое я сейчас расскажу, произнадлежит нового тушителя. Вообще там существует их очень много разных. Независимые замечания филозы, потому что это очень важный факт. Давайте формулу Фужики напишем. Давайте напишем C на 0, вот Z, плюс SH, S от числа, плюс VL, степень N. Правая мать, Z, плюс SH, плюс DL, степень 2N, S и D это числа. Давайте посмотрим, что это такое. Мы знаем, что Q от ZL равно 0. И Q от L тоже 0. А L это 0, а ZL это 0. Это 0. Это плюс L. А L это потому, что старшее самопересечение L в степени 2N, а нулевое, конечно. L же что-то, что пришло саммерном разобрать. L прообраз саммерного. Это значит, что L в степени 2N равно 0. то есть здесь. Вот. То есть если я это распишу, там C, U, Z, плюс S в квадрате, U, H, плюс 2S, U, Z, H, плюс 2S, T, U, H, M, надеюсь, никого не забыла. В степени L равно, чему равно Z, плюс SH, плюс DL, степень 2N. Вот. Ну и понятно, что если я возьму и посмотрю, какие будут коэффициенты при S в степени 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 N. Здесь 0, здесь 0, а что, ну, слева 0. А с правой, как вы, как вы, как вы догадываетесь, как раз, как раз что? Вот это. Справа, ну, там что-то умножить на, ну, какая-то константа ненулевая, да. Умножить на S, на S, конечно, а H в степени N-1, на z, на S, на S, конечно, а N, H в степени N-1, то есть получается, что вот это вдруг правильно значит, Ht при h в степени n-2, h в степени n-0, а справа какой-то там h-3 на h в степени n-2 на d в квадрате на n в степени n-2 ну, собственно, вот, вот оно и есть что и доказывает, что доказывает, а с ними и ряду а с ними и ряду вот то есть, здесь, на самом деле, конечно, простое доказательство оно предлежит вот сушите как-то довольно давно так это вот показательство показательство этого сушита, по-моему, прикринт даже вот с 2009 года почему я об этом так говорю, что это удивительно потому что тоже в 2009 году появилась статья о Дице может быть, чуть-чуть раньше в котором он тоже этот факт вот эту самую основную лему вспоминает она ему там для чего-то нужна но говорит, что это следует из гораздо более технических, сложных вещей то есть там у Клен Гуазен есть теория деформации лагранжевого многообразия и вот он говорит, что результаты у Клен Гуазен, с одной стороны и другие некоторые результаты самые простые вместе в результате ранговые лечения на аллограмме аллограмме флора а потом, чуть-чуть позже Макушиха прописал совершенно элементарные доказательства но, естественно, тут спрятана теория в отношении с Шеременом а ну и нет вот собственно структуры вот же и поляризация спрятаны в вот же и поляризация вот в следующий раз мы это в каком-то смысле переформулируем термина вариации структур Ходжи и вот доказательства кто же использует вариации структур Ходжи но и как немножечко с неожиданной стороны которую я надеюсь в следующий раз вам это что это 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 как это